Чей это друг? Он здесь неуместный. Ну тебе вообще не скажи, ну и слава богу. Я не дружу ни с какими тиктокерами. У меня очень мало друзей-блогеров. Как ты себя поддерживаешь? Зачем мне себя поддерживать? Я что, падаю? Вот на хрена мужчине дружить с женщиной? Я вообще не думаю ничего такого, чтобы заняться жестким сексом. Но это не дружба! Да и насрать вообще! Сутки не отвечал парень? Сутки не отвечают, это жестко. Скажи! Но они есть. Проблема? Друзья. Друзья, конечно. Ну по поводу грыж, я могу вам сказать все же. По поводу грыж, все же. Я могу вам сказать все. Я жду, пока они вырастут, еще чуть-чуть, чтобы их удалить. Потому что, ну не так. Мне вот эти вот предлагали делать всякие для спины упражнения. Я не могу. Это все занимает 40 минут. Но это такая нудятина, что я сказал, я лучше вырежу. Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Адушкина. Мои потрясающие подруги Лера и Наташа. И очередной раз наше шоу превращается в не совсем девичник, потому что у нас в гостях мужчина. И не простой, а потрясающий Леша Житковский. Всем привет! Люблю. Человек, который, мне кажется, в этом году рвет, мечет на всех интервью, на всех YouTube-каналах. Так получилось, мне уже все это говорят. Ну лучше много, чем мало, правильно? Заканчивать не собираешься? Заканчивать что? Это все? Я пришел к тебе сегодня. Закончить? Поэтому как бы, поэтому нет. Последнее интервью Леши Житковского. Нет, пока не собираемся. Тема животрепещущая. Как найти друзей после 20? Почему сложно? Почему не получается? Обсудим в этом выпуске. Вайп сегодня пусть говорят, честно говоря. Ну почему мы в пиджаках сидим? Ну ты просто сидишь такая, какая-то такая. Я единственный в таком этом самом, на спортивном. А я напоминаю вам, друзья, что в конце этого ролика будет классный конкурс, где можно выиграть денежный приз или подписку от меня. Так что смотрите до конца и участвуйте. Вообще на самом деле сложный вопрос, потому что это очень тяжело, когда у тебя нарабатываются определенные уже какие-то, да, свои личные границы, какие-то ожидания к людям и ко всем остальным. Ну очень сложно человека к себе близко подпустить, потому что в большинстве своем он не такой идеальный, как бы тебе хотелось в твоем возрасте. Как я говорю, женщины все после 35 понимают, как они должны выглядеть для себя и какая у них должна быть фигура, и у них начинает этот новый этап жизни. Не знаю, почему так, но я выставлял это видео, все женщины со мной согласились, они сказали, что да, это правда так. Видимо, женщина взрослеет максимально, понимает, что ей нужно, она понимает, что она из себя представляет, она понимает, кто она, кошка или моль, и все, в принципе. Или таракан. Вот. Ну мне долговато так-то, конечно. Ну да, понимание, кошка, я или моль. Ну да. Тебя сейчас сколько? 20. Господи. Я мышь все-таки. Ты такая юная. Ну вот. Я такая, йоу. Ну и, короче, сложно вот именно найти человек, который бы соответствовал твоим ожиданиям. Я поэтому всегда говорю о том, что не нужно никогда ни на кого возлагать никаких ожиданий. Я общаюсь с людьми, например, так, как я хочу, чтобы общались со мной. Но я не ожидаю от них этого. Есть у себя только я, я рассчитываю только на себя, и это нормально. Мой взгляд, что в юном возрасте, когда ты ходишь в школу, не знаю, в институт, или там в самом юном детстве, тебя знакомят родители, или у тебя есть школа, то есть у тебя есть контекст, который тебя, ну, просто обязывает на то, чтобы ты должен общаться с людьми. Типа, ты куда-то ходишь, ты кружки. Или ты можешь... Ничего из-за этого. Ничего из-за этого? В школу не было? Нет, ты не знаешь. Понимаешь, это все, это просто страх моей жизни, потому что она говорит, это самое главное. Я ненавижу сейчас. Жить вот в таком, в эти кружки, капустники, что ты еще не найду, не дай бог. А как ты находил друзей в твоем детстве в школе? Ну, ты что, по-моему, в кружках находят друзей за осейской пива, в падике, понимаешь, за первой сигаретой. Если потом вот стоишь, и голова закручилась, пошел на первый урок, ура. В мое время было бы... В твое время не так давно было бы. Оно все еще длится. Но для меня, мне кажется, вот самый переломный момент был, когда все вот это закончилось, и ты понимаешь, что ты якобы уже а-ля взрослый, и ты не можешь уже прийти и сказать, блин, давай дружить. И она поэтому оплатила кружок у тебя, ну, то есть она по привычной схеме пошла, да, оплата кружка. Мы относительно недолго дружим пару лет, поэтому это кейс, мне кажется, Наташа расскажет. Мы подружились, потому что я делала тренинг премиальный, маленький очень. Я веду тренинги личностного роста, и... Это очень, на самом деле, частая профессия в наше время, но ты делаешь воронки и прогревы. Какая дипломатия. Короче, частая профессия. Вот, и так мы познакомились, соответственно, потому что мы пять дней что-то веселились, прыгали, что-то там решали. Ну, давайте прям уточним, мы купили нашу дружбу, чтобы за полумиллиона рублей. Ты любишь меня? Конечно! Катя, у тебя всегда такие офигенные треки, поделись плейлистом. Так это не плейлист. Когда я еду в машину, я всегда слушаю Like.fm. Там всегда самая классная и новая музыка. Реально. Ребята, теперь и я могу попасть на радио. Помоги мне натапать 100 миллионов на сайте Like.fm, и мой трек «Воскресенье» попадет в ротацию. Ссылка в описании. Переходи на сайт по ссылке, вот здесь есть счетчик. Но если включить эфир, то тапы будут утраиваться, и мы быстрее сможем набрать 100 миллионов. Пойду скажу девчонкам, чтобы тоже начали тапать. И услышимся в эфире Like.fm. Можешь тебе объяснить мне, вот эти вот тренера личного роста, они чему-то мучат? Наташ, твой выход. Нет, не от меня тогда, от вас нужно. Я пинг-понг. Леша вообще расскажет, честно говоря. Ну так, вкратце. Нет, если вспоминать два года назад, просто когда ты в чем-то запутываешься, если ты помнишь, что был очень большой вообще тренд на тренинге и так далее. И ты в прогревах слышишь какие-то знакомые, тебе боли, переживания и так далее. И у тебя, конечно, складывается надежда и ощущение того, что там мне могут помочь. Ты идешь с какой-то определенной проблемой, плюс мы все равно все работаем в медиасфере, у меня была проблема касаема именно медиасферы. Поэтому я с большой уверенностью шла туда решать именно это. Ну, у меня очень просто. Опять же, все упирается в окружение. Я в какой-то момент поймала себя на мысли, что у меня нет друзей. Кто-то куда-то улетел, у кого-то разошлись пути. Я понимаю, что когда мне сложно, когда мне трудно, мне некому даже позвонить. Я в целом очень сложно отпускаю друзей. Я не знаю, как дружить. Я не могу подойти на улицу и сказать, давай дружить, даже если мне человек нравится. Поэтому, например, мой запрос был как раз-таки на окружение. И что смешно, это правда сработало. Я сама так, на самом деле, нашла друзей, только на другом тренинге. Ну, это очень веселый экспириенс. Сам по себе, что-то прыгаете, орете, плачете. И, короче, сумасшедшую думку-то происходит. Ну, вот это, господи, анонимные алкогольные. Я так понимаю, что это начинается. Да-да-да, нет, это очень, на самом деле, круто, очень весело, безумно странно. Иногда жестко, кринжово. И ты, как бы, с помощью этого тренинга проживаешь эмоциональное переживание с какими-то незнакомыми людьми, которые вас объединяют и которые дают тебе эффект вот этой вот сплоченности и близости. Я чувствую скептицизм в твоих глазах, Леша. Ты его не просто чувствуешь. Почему ты скептически относишься к личностному росту и тренингам тоже? Я не общаюсь с людьми в целом, которые входят на миллионы тренингов. Понимаешь, есть такие люди, и для меня это какая-то, знаешь, такая вот потерянность себя абсолютная и поиск себя через кого-то, и ты туда пошла на личность, народ. Потом тренинг хорошей матери, потом тренинг хорошей подруги. И вот ты везде в этих тренингах пытаешься найти того, кто тебе скажет то, что хочешь услышать, тратишь огромные деньги, но по итогу растворяешься полностью в этой огромном количестве информации. Одно дело, когда ты ходишь постоянно. Другой вопрос, когда у тебя есть какой-то вопрос, запрос, ты его решаешь, оплачиваешь и на этом заканчиваешь. Потому что у меня была большая проблема с тем, что мы с моими знакомыми или друзьями были на разном финансовом уровне. И, например, какие-то приколюхи или даже путешествия, я могла, например, себе позволить, а кто-то другой не мог. Мы не могли найти точки соприкосновения совместного досуга. И, например, я пришла к Наташе в том числе для того, чтобы у меня в окружении хотя бы просто... Мне нужны богатые друзья. Чтобы у меня в окружении появились бедные. Ой, наоборот, богатые. Это ужасно звучит, но это правда. Ну, то есть это правда. Как ты вообще относишься к тому, насколько тебе сложно? И чувствуешь ли ты вот это? Как дружить с людьми на разном финансовом уровне состояния? Слушай, ну, у меня просто всегда учили в семье, что нужно дружить с ровной. Для того, чтобы люди не чувствовали себя рядом с тобой или ты не чувствовал себя рядом с ними каким-то неполноценным. Это мне так говорили, я не говорю, что всем нужно так делать. Я так всегда делаю. Поэтому у нас нет никаких там... Мы захотели там улететь куда-то там за 3-9 земель, да, там бизнес-классом или первым, или джетом, не важно чем. Мы взяли, полетели. То есть нет такого, что нету какой-то там, да, возможности. Делаю я это неподсознательно. Просто меня всегда семья моя ставила в такой круг, который как бы соответствует их кругу. И вот мы в этом круге, вот здесь один ребенок, здесь второй. Дальше мы все вместе тустили в Питере. Рубрика «Золотая молодежь». Это круг такой людей, он открытый, да, для всех. Там нет такого, что боже, мы такие были в вип-руме. Просто туда очень трудно попасть. Все дружат с друг другом, все ходят как в фильмах. Все, мы идем втроем и больше никого. Остальные все нам не нужны. А когда ты последний раз подпускал к себе близко человека, можешь рассказать про историю своего крайнего друга, с которым ты подружился? Да, в каком возрасте это случилось? Ну, из последнего моего, последний друг. Такая сложная история. Вот у меня есть подруга Катя, моя близкая. Есть из людей, которые более такие медийные звезды. Там Юлю Коваль, мы с ней общаемся уже там пять лет. Из этих крайних людей, это они. Но я для себя понимаю, что в человеке должно присутствовать чувство юмора обязательно. Потому что если этого нету, и мы не можем пошутить про говно, это для меня не является возможным. У меня бывает разное настроение. У меня бывает грустное настроение. У меня бывает агрессивное настроение. Когда просто как бы, знаете, когда я... Ну нет, не так, но я вот своим вот этим вот молчанием... Заполняешь комнату. Да, заполняю комнату и разрезаю стены. Я тебя понимаю. И люди сидят, и им неудобно, да, как бы со мной находиться. То есть я не всегда на приколе. Поэтому мне нужен человек, который бы совпадал со мной о этой вот как раз таки структуре. То есть не какой-то определенный там образ дурочки. И вот мы всегда, понимаешь, как бы немножко... Понимаешь, залезли на крышу, спрыгнули, а все отлично. Вот. Я ищу в людях аналог себя. Вот у меня это происходит моментально. Я вот прям смотрю и понимаю. Нет, вероятно всего, что мы не сможем общаться. Ни моя вибрация, скажем так, да. То есть я разбираюсь для себя в людях, что... Я понимаю для себя, что от них я могу ожидать. Ну, кстати, ты вот сказал по поводу медийных людей. И я поделюсь чисто... Ну, мне кажется, это чисто моя штука, чисто мои какие-то страхи. У меня есть, мне кажется, даже такой список людей из медиасферы, с которыми потенциально я понимаю, что я бы классно могла общаться. Сходить там, тусить, переписываться, кофе пить. Не знаю, там, Анька Покров, там, Юля Гаврилина. Но я понимаю, что я просто не могу писать первой. Я так боюсь показаться слишком навязчивой. Вдруг человек не хочет, чтобы я сейчас ему писала, а я ему пишу и что-то предлагаю. Типа, ну что, мы пьем кофе, может быть, сегодня? Или на ночевку соберемся? Очень интересно, в самом деле. Какая технология, вот как тебе кажется? Ну, как вот это вот начинать общаться с намерением на дружбу? У меня люди делятся на группы. То есть у меня есть группа выходного дня и группа будничного. Опа! Расскажи. Но это нормально. Есть люди, с которыми я вижу столько на выходных и только на тусовках. Когда ты под градусом, это весело. Да, все друзья. Да, это все. Уложите, если я выкласс. Я для себя всегда делю. У меня есть люди, с которыми я под градусом, да, и есть люди, с которыми я на буднях, которые мне комфортны, это самое главное, которые вписываются в мою экосистему. У меня вот такое. У вас нету разве ни у кого такого разделения? Мы это называем, наверное, уязвимые, да? Подвешностные друзья. У тебя, наверное, будничные, это с кем у вас могут быть какие-то уязвимые темы. Нет, вот это как будто даже не только про уязвимость, потому что это вот именно с кем-то инфоново как-то общаешься, в любом настроении тебе не нужно быть, не нужно объединяющее событие для коммуникации. Да. А когда мы говорим про выходного дня, это когда ты приходишь на вечеринку, тебе с человеком в моменте весело, но завтра ты ему не напишешь и не будешь с ним общаться, типа на уровне у меня собака посрала, прикинь, а я это съел. Ну, короче. Именно так обычно бывает. Обычная. Обычный вторник. Ты в целом предпочитаешь дружить с людьми, которые старше или младше? Или есть у тебя такое? Старше. Мы все друзья старше. Мне неинтересно с людьми, которые младше меня. Я не дружу ни с какими тиктокерами, например. И у меня очень мало друзей ютуберов. У меня очень мало друзей блогеров. Ты просто кашляешься в сердце просто. Потому что у нас просто на самом деле такие разные интересы. Я вот недавно прихожу на съемку, ко мне подходит девочка и говорит, привет, давай снимем вайн. Она известная, не будем ее называть, но тем не менее. Давай снимем вайн. Я стою и думаю, девочка, я стою за бокалом. Что тебе надо вообще? Какой вайн? Что ты хочешь? Иди поспи реально. И они все со своими вот вечными вот этими вот эти вот, все тиктокеры же, они одеваются одинаково. А они там эти круптопы, вот эти вот всякие, вот эти вот болинсяги, вот эти вот, понимаешь? Но у них такой стайл тикток. Ну, блин, человек же за этим может быть классным. Не все упирается в то, чем он занимается. Согласен. Наверняка есть и тиктокеры, и инфо-цыгане, и вообще худшие люди в мире, которые занимаются полной херней. Как люди тебе супер сильно понравятся. Но просто для тебя невозможен такой условный порог входа, потому что ты видишь какую-то обложку. Порог входа. Видишь? Профессиональное у нее, видишь, это порог? Профессиональное у нее. Видишь, какую-то обложку условную, такой типа, он дебил, потому что он тиктокер. Все херня. Мне это не нравится. Ну, так не считаю. Нет, ну а как тогда рассматриваешь ли ты людей, если они первично тебе не нравятся? Я не рассматриваю их вообще. Они вписываются в категорию... Если мне первично не понравился человек, он больше не появляется в том поле, где я. Нет, если категория, вот условно, он вписывается в категорию тиктокеров, то если он там... Ты не поняла, я не сужу людей по категориям. Я просто тебе рассказываю о том, что за мою нажитую житейскую мудрость люди, которые занимаются всем этим, у нас чаще всего очень разные интересы. Уже второй или третий раз у меня происходят съемки. Там участвуют люди из запрещенных социальных связей и я. И мы приходим, мы все друг друга знаем, и все прекрасно. Но в какой-то момент они стоят вот так в отдельный уголочек. Я думаю, господи, кто со мной пойдет там сигаретку? И они стоят там и начинают читать это самое делать. Я думаю, ой, снимают свои тиктоки, пойду один. У них все строится на вот этом вот контенте. Я на все это смотрю, думаю, господи, прости. Я хочу просто общаться, и если, не дай бог, из моих каких-то близких друзей мне подойдет и скажет, а давай снимем совместный вайн, это сразу все. Я хочу, чтобы мои друзья, чтобы мы не вот про это были. По этой причине у меня очень мало друзей, каких-то блогеров, тиктокеров, но ты же сам публичный. Да, я тоже. Я сам публичный, так как ты получил, что у нас вообще разные интересы. То есть близкие друзья, это не медийка, правильно? Нет, у меня никогда не было близких друзей медийки, но я немножечко не про это. Что бы ты никогда не просил в дружбе, то после чего твоя дружба всегда будет заканчиваться? Все люди, которые заканчиваются на дружбу, в итоге потом сложно. Потому что я, если заканчиваю дружбу, то это какая-то очень серьезная причина, за очень серьезные причины я всегда заставляю отвечать. И я для себя понимаю, могу ли я его простить за какой-то такой поступок или нет. Из недавних мы ругались очень старой уже подругой на почве денег. И я просто в целом сказал о том, что ты знаешь, так со мной нельзя. Поэтому мы просто перестаем общаться. И я за один момент вот так все... Прости, ты говоришь про долг? Там сложная такая ситуация, но связана с деньгами. Сложная финансовая махинация. Но все легально и законно. Пожалуйста, хватит мне писать, звонить. Ну и, соответственно, я просто уже понимаю, ну да, мы с ней дружили 10 лет. И что эти 10 лет? Этот человек привносил в мою жизнь какие-то краски, какие-то ситуации, чему-то меня учил, в чем-то был моим ментором, как это модно говорить, скажи. Вот. Ну и, соответственно, учителем. Ну вот. Ну поехали. И да, мы 10 лет, ну разошлись. Все очень привязываются к позиции, вот даже вы в разговоре, вот мы уже с вами дружим 2 года. За выслугу лет, да, такое? Выслуга лет, да. Вот именно этот, вот этот правильный. Как раз таки. Она вообще по терминам. Такие у нее эти, порог входа. И выслуга лет, конечно же. Вот. Короче, и дело в том, что... Медаль. Все очень привязываются к этому. У многих людей просто есть такое, у меня тоже было до этой ситуации, что вот из-за того, что мы дружим 10 лет, мы можем просто так расстаться. Я не привязываюсь никогда к людям для того, чтобы всегда послать их нахуй. Я перестаю общаться очень просто. Это неплохо, потому что я не хочу себя разрушать неврозной обстановкой и неврозами внутренними. Не надо никогда ни на кого надеяться. Можно надеяться только на себя. И ожидать всего можно только от себя. Можно ни на кого не надеяться и ничего не ожидать, но при этом я испытываю даже какое-то удовольствие того, что в моей жизни есть друзья, которых я боюсь потерять. Я боюсь потерять только своих собак. За друзей я не держусь. Я очень хорошо понимаю, о чем ты, но мне очень тяжело, когда я уже приняла решение. Ну, любишь подраматизировать, что ли? Говори, как есть. Люблю подраматизировать, господи. Нет, ну я реально, я очень близко к сердцу воспринимаю, когда я кого-то теряю. Если ты слишком привязываешься к людям и если ты слишком излагаешь много надежд, ты потом можешь просто загнать себя в такую депрессионную яму, что ты просто не сможешь понять, боже мой, почему у меня такие завышенные ожидания, которые не исполняются. Да почему это про завышенные ожидания, никак понять не могу. Каждый человек считает, что он хороший человек, правильно же? Конечно. Конечно. И ты, как хороший человек, предлагаешь большие ожидания на то окружение, которое вокруг тебя, потому что, как тебе кажется, ты умеешь разбираться в людях и все вокруг тоже хорошие люди. Когда выясняется, что этот человек не хороший, ты начинаешь думать о том, я, наверное, плохо разбираюсь в людях, это первая ситуация. Второе, может быть, я плохой человек, ты начинаешь себе самокопаться. Вот это у меня, да, про это. Нет, у меня точно самокопание не происходит, просто у меня нет вообще никаких ожиданий от людей. Ну, это хорошо. Все. Потому что у многих это ожидание есть. Типа, почему ты мне не звонишь два дня? Ну, нет. Нет, это какая-то полная. Детская позиция вот эта вот. Нет, детская, но это уже впадает в какие-то созависимые отношения с друзьями. А некоторые очень любят так дружить. Нет, если ты боишься этого, то добро. У меня все мои подруги, все мои друзья, мы можем не общаться по 3-4 месяца, потом просто встретиться, как будто бы вообще у нас не было никакого... Такие друзья у нас есть. Вот таких людей я очень ценю в своей жизни. Которые мне не надо звонить, ничего спрашивать. Произошло, кто-то умер. Ну, давай поговорим, обсудим. Я чуть-чуть устаю от людей, и я вот вообще, в принципе, ограничу себя от людей, которых вечно очень любят поделиться своими проблемами. Друзья могут делиться своими проблемами, но никогда это в ежедневном формате. Ой, у меня вот волос начал сечься, и я, представляешь, и поехал, и у меня не хватило 500 рублей на кондиционер, господи, я так устала, и Антон, вот он такой дебил, понимаешь, она такая хорошая, и я вот то-то, то-то, то-то. Следующий день. И вот, ты понимаешь, я ударил эти писи об угол, и я просто думаю, господи, ну сколько мой... Я таких людей очень сильно... Вот, потому что они тебя энергетически сжирают, да. У меня была раньше такая подруга, которая у нее всегда, вот просто все жуть как плохо. Она просто баснословно богатый человек, но у нее каждый раз какие-то проблемы, просто кому расскажи, ну просто там, ну это просто идиотизм. И вот она и ноет об этой проблеме на протяжении часа. Что делать? Ты сплавно сбавляешь общение на нет. Если я скажу тебе, ты не устала еще ныть, я обесцениваю твою историю, я обесцениваю твою проблему. Соответственно, мы в любом случае поругаемся. У меня такой психотип, такой характер у человека, и его совершенно никак не изменишь. Можно только делать так, чтобы вы меньше, 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 меньше общались и постепенно сошли на нет. Но это не резко рубишь. Это правда, есть история условно каких-то жертв и нэтиков, но все равно показатели хорошей дружбы, наоборот, это когда человек может открыто, уязвимо и честно сказать, блин, я переживаю насчет этого, или, блин, мне так было стыдно. Ну короче, о каких-то таких уязвимых моментах рассказать? Человек может себе сказать о чем-то, что у него наболело. Я никому никогда ничего не говорю, что у меня наболело. Я не использую своих друзей в качестве ушей. Мне неинтересно делиться своими проблемами. Я всегда делаю так, что все всегда отлично. Я всегда чуть-чуть улыбаюсь. Меня учила бабушка, когда нужно идти по улице с легкой улыбкой, для того, чтобы люди не понимали, какие у тебя намерения. Я всегда так и делаю. Я всегда иду по жизни с легкой улыбкой. Мне не нужно ни с кем делиться. Зачем, чтобы кто-то знал или думал о том, что у меня какие-то проблемы. Как ты себя поддерживаешь? Зачем мне себя поддерживать? Я что, падаю? У тебя нет потребности в том, что тебя кто-то должен выслушать или понять, помочь. Никто ничего не должен. Я так устроен, что я не считаю нужным людей впускать в какие-то глубокие недры моих проблем. Зачем? В этом настоящее счастье, когда у вас есть настолько классная, уязвимая близость к человеку. Слушай, ну и честно, девочки, я скажу вам так, что из проблем у меня самое частое, это какую сумку выбрать сегодня. Понимаешь? Поэтому, ребят, давайте говорить объективно и честно. Проблем нету. Я бы рассказала, но к психологии ты как относишься? Ну, почти психолог, он дает уязвимость. Это из детства. Это психотип. Ну, в смысле, если он нет потребностей, чтобы кто-то поддерживал. Я сам психолог. Я отношусь к психологам совершенно прекрасно, но... Ну, я прекрасно понимаю, что все психологи судят по себе. Ну, я всегда привожу в пример. Ты расскажешь своему психологу, что у тебя был секс в туалете клуба. Кто-то тебе скажет о том, что, ой, ну, это уже произошло, мы не можем ничего отмотать назад, но это не так плохо. А кто-то тебе скажет о том, что подумает, посидит такая, знаешь, сидит перед тобой в детстве и такая, ну, это, конечно, уже произошло, мы ничего не можем отмотать назад, но это аморальное поведение. Психологи так не говорят. Все равно он будет судить ситуацию, исходя из своих. это не психолог, это кореш. Это коуч. Да, нет, мы с тобой тебя не можем сказать. Это кореш коуч. Девочки, нет, мы облились. Нет. Ничего страшного. Застегнулись. Буквально год назад я была человеком, который на любой вопрос говорил, у меня все отлично, у меня вообще все супер. То есть я никогда никому не рассказывала про свои проблемы. То есть я безупречна. Сейчас встала? Ты знаешь, да. Я тебе очень желаю найти таких друзей. А, нет, у меня есть такие друзья, кому я могу искренне довериться. Ты об этом? Конечно, у меня это есть. Да мы тебя спрашивали. Ты никогда не рассказывал о своих проблемах. Зачем это надо? Для чего? Но они есть. Проблема? Друзья. Друзья, конечно. К которым ты можешь прийти. Конечно. Если вот что тут есть. Конечно. У меня есть друзья и в Питере, и в Москве, которые я могу прийти, просто я этого никогда не делаю. Если нужно решить мою проблему, я обращусь к друзьям какую-то проблему серьезную, какую-то такую вот лайтовую, я никогда не буду. Зачем мне нагружать людей? Это же чисто мужская тема. Зачем мне идти к кому-то говорить о своих проблемах, если этот человек не может решить? Я просто не понимаю, зачем мне это рассказать. Что я хочу... Не про чувства. Что я хочу слышать? Для чего я тебе рассказываю свои проблемы? Что бы что? А, ну да, мы сейчас пытаемся мужское поделить. Ну да. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной, по вашему мнению? Есть подруги, у которых друзья, например, только мужчины. Я всегда говорю о том, что Настя, родной мой человек, ты должен для себя понимать. Они тебя все хотят. Они тебя не хотят, они в фен-зоне. Но проблема в том, что этот общающий только с мужчинами, да, он общающий только с мужчинами, тебя начинает воспринимать как свой братанку, типа не как девочку. Ты не должна в это заигрываться. Нужно фильтровать чуть-чуть. Есть очень классное мнение. Я недавно смотрела интервью одной артистки. У нее вызывают вопросики все мужчины, у которых нет друзей женщин. Потому что тогда ей кажется, что ее мужчина или потенциальный какой-то парень, он воспринимает женщину только как сексуальный объект. Если мужчина условно не может просто дружить с девочкой, то складывается ощущение, что он всех тогда девушек просто считывает как какие-то сексуальные объекты. И мне настолько отзывается эта штука. Нет, нет. Потому что у всех моих парней... Зачем мужчине дружить с девочкой? Вот нахрена мужчине дружить с женщиной? То есть вы считаете, что это плохо, когда у ваших парней есть друзья девушки, верно? Да, не дай бог. У мужа мы никому не дружим. Никогда не запрещала? Я не знаю. Ну вот, например, многие мужчины тоже считают, что у девочки не должно быть друзей мальчиков. Дружба между мужчиной и женщиной это отложенный секс. Простите, простите, но вот это не высокомерная позиция думать, что все парни, которые с тобой дружат, хотят с тобой переспать? Нет, может быть, ты хочешь с ним переспать. Если что, мой муж это мой очень-очень близкий друг. Бывший лучший друг. Да, бывший лучший друг. Но при этом у него была девушка, понятное дело, до меня, которая очень сильно меня не любила. Как же она оказалась права? Ну ты, конечно. Я не вижу, что там ничего такого. Нет, я что, я ее не знала. А, ну и все. Ну, то есть знала, что она есть, как бы я же не уводила, ничего такого. У меня точно есть кейсы лучших друзей и просто друзей-парней, с которыми я точно не планирую ничего и точно они не планируют со мной ничего. Сейчас я в этом угадаю. А ты откуда? Да, да, да. Такое тоже бывает, на самом деле, но после бокальчика... Вот, я про это и говорю. Просто момент. Время, Анна. Просто, да, просто вот позвони всем своим друзьям. Делай лично, типа, слушай, я одна... А что там такого? Почему нельзя переспать со своим другом? Все, приедем. Да можно просто. Существует другая ветка вероятности, где ты просто дружишь с пацаном. Мне хочется верить, что существуют друзья-парни. Но я говорю, вот если ты можешь позвонить всем друзьям-парням и сказать вечером, привет, мне тут грустно, одиноко, приезжай, хочу с тобой переспать. Если он скажет, ты что, с ума сошла? Нет, конечно. Если он так напишет, он реально друг. Я просто не понимаю. Так, так, так. Я так, я секс-дружба не помеха. Так прикольно дружить с людьми, которые тебя хотят, а ты им говоришь, типа, нет. Вообще. Типа, вообще не вариант. Помучи себе, понимаешь? Походи, помучи. Но это прикольно, почему? Нет, да, для эго-то 100% это прикольно. Ты реально, я не вижу ничего такого же. Ты дружишь с людьми, которые тебя хотят, ну да, они прекрасно понимают, что никогда ничего не будет. Вот такая дружба может. Ну почему нет? Ну это не дружба. Да и на слоях вообще. Главное, что тебе комфортно. А, ну все, я поняла тогда. Я вообще не вижу ничего такого, чтобы заняться... Дружеским сексом. Дружеским сексом. Фигня вопроса. То есть секс-дружбе не помеха. У тебя были свободные отношения? Нет, я, к сожалению, не против. Мне предлагали, я говорю, слушай, ну, не сложно. Я не очень понимаю, как это. У тебя есть чувство собственности. Нет, чувство собственности. Я просто как бы... Зачем мне быть в отношениях, если я не в отношениях? Понятие отношения, это типа, что вот отношения между двумя людьми или группой лиц. Но я имею в виду группой лиц не просто так было. Да, ну... Пять, шесть. Пять, пять, три свободные отношения, получается. Зачем свободные отношения? Давай называть тогда это секс-подружба. Момолётные откровения. Ну никак не отношения. Ты попробовала бы такие, или у тебя были? Нет, у меня вообще не было. Я более стандартная, мне кажется, модель. А ты помогла в свободных отношениях быть? Сто процентов нет. Я самый главный консерватор этого стола. То есть я очень консервативна в плане отношений. Ну у тебя же был как бы опыт, ну, пути молодости, так сказать? Нет. Путь молодости? Какой путь молодости? Ну, а ты 22 замуж вышла, и развелась и снова вышла замуж. Выслуга лета, как только было. Да. Нет, у меня никогда даже мысли такой не было. Во-первых, я собственник. У меня была неделя. Отношения? Мне? Да, реально, я такая... Нет, это, конечно, прикольно. Я не справляюсь. С этим контентом у меня были свободные отношения. Как бы это сказать, так по моей инициативе. Аккуратно. Да. Ты ходишь по тонкому льду. И выяснилось, что когда это мои отношения, не только они в твою сторону. Понял? И я когда поняла, что они не только в мою сторону, в смысле, я хочу сжечь этого человека, потому что, кажется, мне это не подходит. Ну все, закончились. Мне не было силы, что он красивый с его стороны, что он повелит себя там же. Я вообще считаю, что вступать в отношения, ну, типа, знаешь, такие вот некоторые люди просто очень любят. Мы встречаемся уже? Я люблю такое. Мне 20 лет. Ну, понятное дело, господи. Руку на коленку положили, все. Все, уже с детей заведем. Уже мысль, но мы красим обои в новой квартире, клеим, понимаете? Пока ты молодая, надо пробовать. С пути этих вот пробований понять, кто для тебя более идеальный. А не так, что просто, знаешь, все, мы вот общаемся месяц, мы уже в отношениях, все, женимся, идем. Нет, мне кажется, что нужно попробовать добраться опыта, даже сексуального опыта. Почему нет? Жениться, я по себе могу сказать, надо замуж уходить после 25 минимум. То есть, если даже не позже. Вот эта тема, в отношениях мы или нет, мне больше важно, потому что я не могу выносить неопределенность. Мне очень сложно. У меня была история, например, что мне сутки не отвечал парень, а там еще был как бы вопрос, типа, мы пойдем, условно, там, завтра гулять или нет? И он мне не мог ответить, и я умирала, потому что у меня до дла... видишь, она вот еле выжила. Просто я не могла понять, у меня завтра иду с ним гулять, понимаешь, или не еду. Я ему интересно или неинтересно? То есть, вот эти качели, в том числе, мы в отношениях или мы не в отношениях? Я ему нравлюсь или я ему не нравлюсь? Ну, сутки не отвечают, это жестко. Скажи! Ты ожирил я. Я не знаю, это вопрос. Нет, ну это уже перебор. Ну, правда, скажи. Сутки, это прям реально перебор. Ты плохой друг, потому что? Так тяжело себя судить. Я плохой друг, потому что я всегда говорю прямо. Это ты хороший друг. Я не стараюсь не сохранить чьи-то чувства. И у меня очень часто мои уже старые такие друзья, они очень болезненно это воспринимают. Я могу спокойно сказать, слушай, ты же прекрасно понимаешь, что у тебя вот в этом направлении никогда ничего не получится, потому что ты имеешь таланта. В этом нет ничего страшного, но у тебя хорошо развито бизнес мышления. Попробуй в этом. И человеку, разумеется, слышать о том, что у меня нет таланта в данной сфере, и слово талант, это очень... Это очень, как мы его обозначим. Вот выслуговый лет, как мы вот... Врожденное, типа. Врожденное слово. Ну что, типа, ты не можешь это исправить. Талант — это выраженное слово. И слышать от своего друга, о том, что у тебя нет таланта, это тяжело. На тебя спрашивают твое мнение, или ты просто такой, нет, ты это не умеешь. Нет, ну я не говорю... Я никогда никуда не лезу, но меня боятся спрашивать мое мнение. Если я начинаю, как бы, говорить, то... Все. То это да. Но не прошлые советы ты все-таки даешь. Раньше мог. Раньше это лет там 10. Я обожаю. Сейчас нет. Сейчас не даю. Я плохой друг. Мне кажется тому, что у меня работа в каких-то моментах, и я сама для себя, могу стоять выше, чем другие люди. И я иногда чувствую... Ты ставишь себя чуть-чуть выше? Если мы говорим про какую-то градацию приоритетов, у меня стоит сначала мое состояние, потом моя карьера, потом семья, люди, партнер. У тебя не так? У тебя такая разграничение. У тебя семья там на каком-то там... У меня тоже самое, на самом деле. У меня так... Ничего себе какое-то... Ну у меня так как? Ну поделись, как у тебя. Слушай, у меня сначала мой личный комфорт. Я абсолютно точно, потому что я не живу для других. Потом у меня... Где-то вот семья и друзья, это на одном у меня. У меня абсолютно то же самое. Нет, тут тоже как бы нет. Я ненавижу это слово работа. У меня нет. Карьера, нет работы, безработная. Карьеру тоже я ненавижу. Реализация! Как хорошо! Это я иди его вышел. Пару входа, выслуга вед, реализация. Ребята, можно запускать на самом деле свой курс уже. У нас уже три слова есть, осталось еще немножко. Слушай, реализация не стоит на каком-то первом плане. И никогда не стояла. Я вообще не кладу никаких ожиданий на этот день рубрика, понимаете? Я не кладу никаких ожиданий на реализацию. Потому что если что-то не получится, я буду расстраиваться и думать, ну как же так? А если ты ожидаешь и что-то получится, ты же будешь рад. А я всегда всему радую просто целом, понимаешь? И у меня нет ожиданий никаких, нет расстройств. Все, все отлично, ты едешь. Ну, подарили сумку Биркину. Ну, отлично. Ты подарили призыв. Да не бог тебе, я вначале ее не хотел. А что говорит вообще человек, если у него нет друзей во взрослом возрасте? У меня очень много таких людей, которых нет друзей, и они кидаются на каждого. А, они страдают от этого. Я наоборот. А, и хотят найти его. Типа, алло, ну что, мы сегодня идем в театр. Думаешь, чего вдруг у меня есть два билета. Эти люди такие по-своему достаточно несчастные, но у меня есть, например, подруга, у которой вообще нет друзей. Вообще их нету. Ну, она подруга твоя. Она моя подруга, ну, кроме меня, да. И она говорит, мне очень комфортно одной. Мы с ней общаемся реально раз в полгода. Очень красивая девочка, очень такая ухожная. Она говорит, ну, я обожаю одиночество. Она говорит, я бы вот хотела родить ребенка, но так, чтобы, знаешь, ты родила ребенка, да, и он где-то отдельно там вот растет, а я с своей книжкой сижу на окне и пью кофе. Не складывается ощущение того, что она несчастная. Она реально настолько в гармонии с собой, что я смотря на нее, думаю, господи, неужели бывает вот такое, Да, мне тоже тяжело было признать, что есть такие люди, потому что мне каждый раз кажется, нет, ты просто врешь, и ты вот несчастен. Я поверить не могла в том, что есть люди, которые в смысле ты счастлив в своем отсутствии общения. Потом я это признала, я так и действительно, наверное, такую возможную. Но я бы умерла. Нет, есть люди, которые, ну, не получается сложно, которые хотят, и у них почему-то не складывается. Да, есть такие люди, которые вообще, например, у них нет никакого круга общения, потому что они везде немножко неуместные. Я просто представила, как, знаешь, есть компания людей, и ты такой, смотри, что это тут неуместный, конечно. Ты не поверишь, я вчера так и сделала. Мы сидим с друзьями за столом, я просто сижу и говорю, чей это друг? Мой друг говорит, это мой. Я говорю, он здесь неуместный, поэтому больше себя не приходит. я поняла. Ну, типа, мне несложно так сказать. Неуместный. Я сказала это шепотом, но так громко, что услышали все. Ну, просто, знаешь, когда есть такие люди, которые, правда, неуместные, или слишком как-то громко смеются, или как-то вот тупо шутят, или вот нарушают твои личные границы, понимаешь? Да, я могу так сказать, это ужасно некрасиво, но мне абсолютно слать. Ну, тебе вообще не стреляют. Нет, мне вообще никогда. А ты как-то реагируешь, если у твоей подруги, например, появляется партнер, который тебе не нравится? Если он богатый, я буду все терпеть. Рубрика. Если нет денег, нет. Минус вайп. Минус вайп. Мне звонит подруга, блин, такой классный мальчик. Я говорю, богатый? Она говорит, нет, я говорю, ну, все, тогда пока. Все, я пишу в руку. Подожди, если он богатый, но ты вот смотришь на фотографию, он и она, и он, ну, как неуместный. Это не мое дело. То же самое, как я никогда не буду, ну, говорить кому-то, там, мужчине или женщине, о том, что вот, а ты знал, что он тебе изменяет? Я никогда, это не мое дело, это не мои отношения. Даже если это близкий тебе какой-то друг? Да, всегда. Это, кстати, хороший вопрос. У меня была такая ситуация просто, что я знал, что у меня изменяют мои подруги, моему другу изменяют партнеры. Да. От меня очень тоже тяжело скрыть, потому что мне всегда все рассказывают. Мне всегда рассказывают обо всех ситуациях, которые происходят. Бюро находок новостей просто. Я бюро находок новостей, да. Я никогда никуда не лезу, но всегда говорю о том, что, ребят, я не злопамятен, но я все помню. Давайте все дружить и не переходить никому дороги, потому что я всегда, как бы, наготове. И в любом случае, понимаешь, если вы помиритесь, ну, ты гнида все-таки, что ты рассказала. И ты реально становишься гнидой, и ты реально, ну, как бы, по факту, и вы перестаете общаться после этого. Перестаете общаться и с тем, кому рассказали, и с тем, про кого рассказали. И ты минус два человека срошу. Зачем? Я лучше буду гнидой, но с чистой совестью. А мне интересно, про другое. Почему деньги? Ты говоришь, типа, именно, что если он богат, то тогда не твое дело. Потому что деньги, это важно. Все решают, правильно? Конечно, абсолютно. Рубрика, деньги все решают. Что со здоровьем? Деньги. Что ты хочешь купить? Деньги. Терпеть можно все то, что не наносит вреда твоему здоровью только за бабки. Остальное терпеть вообще нельзя. Если хоть что-то некомфортно, все, надо сразу уходить. Потому что нет других причин никаких, по которым можно терпеть. Любовь. Родная, любовь. Любовь. Ну, я всегда говорю, понимаешь, любим папиков, влюбляемся в бомжей. Любишь всегда одних, влюбляешься в других, которые абсолютно вообще не подходят тебе вообще. Любишь одних, влюбляешься в других. Ну, да. У меня как-то совпало. Ты бы всем своим подругам желал бы... Я не желал, у них так и есть. Так и складывать. Как найти друзей после 20, и надо ли их искать в целом? Я могу тебе сказать, что я никогда себе не искал никаких друзей. Они появляются в жизни самостоятельно. Вот это искать... Намеренно. И намеренно. И отношениями, да, как будто бы... Если намеренно искать, можно обжечься. В общем, проблема. На другой стороне тукати получил. Ну, нет, что-то делать надо, как будто бы... Я считаю, что не надо проявлять какую-то лютую инициативу в поиске каких-то друзей. То есть, например, есть люди, которые прям вот, ты знаешь, ты с ними один день увиделся, и вот они считают, что вы теперь дружите. Да-да-да. Это есть, это есть, они передружок. Они тебе пишут, звонят, они обижают. Меня сразу в блок. Я типа... Если меня что-то напрягает, сразу же так-так-так. Я от себя скажу, что все равно я, как человек, который наоборот всегда боится быть инициатором, потому что боится показать навязчивый или какой-то не такой, наоборот скажу, что, блин, если вот кто-то вам правда нравится, ну, попробуйте, и правда будьте инициативными, потому что взрослая жизнь это когда контекста не существует, и вам нужно самостоятельно создавать контекст для дружбы, самостоятельно вкладываться в эту дружбу, чтобы она существовала. Вот. А тебе, Леша, спасибо большое, что ты к нам пришел. Мне кажется, получился очень классный выпуск и похихикали, и поскандалили, и поспорили. Ну и, конечно, в этом ролике мы не могли оставить вас без конкурса. В этот раз я буду дарить 5000 рублей или подписку от меня. Все, что вам нужно сделать, это всего лишь подписаться на мой канал в Ютьюбе и выложить классную вертикальную нарезку из этого ролика. Тот, кто наберет больше статус просмотров на своем аккаунте, сможет выиграть или денежный приз, или подписку. Вы можете загружать любое количество роликов. Конкурс длится две недели, так что всем удачи, участвуйте. Ну вот и все, это было все, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok